Потому что сейчас они, хариджиты, и я хочу обратить на это внимание, да, ты дал правильный ответ, и вот они, хариджиты, смотрят прямо сейчас на тебя, и если ты сделаешь небольшое ослушание, они говорят, вот это выход против правительства. Маленькое ослушание не такая проблема, однако, возможно, за ним последует большое ослушание. Приучи же себя, если ты что-то нарушаешь, проси прощения у Аллаха. Некоторые люди не представляют себе, что нарушение знака является ослушанием правителя. А должен ли кто-то в этом сомневаться? Бывают такие нарушения, которые связаны с человеческими жертвами. Шейх Абин Бас издал фетву, что если кто-то нарушил знак или светофор, после чего погиб, то такая смерть — это смерть самоубийцы. Избавь других людей от своих ошибок. Я думаю, Аллах лучше знает, что нет никого из нас, кто бы не нарушал знаки. Правда же? Однако не нарушай знак и потом еще говори, я постоянно нарушаю этот знак. Или говоря кому-то, у нас есть изобретение, посредством которого ты можешь пересекать светофор или знак так, чтобы тебя, как у нас говорится, не засекала камера видеофиксатора. Следовательно, обязательно подчинение. Не слепое подчинение прям во всем, а подчинение во всем, кроме ослушания Аллаха. Потому что люди относительно этого вопроса, вопроса подчинения, подразделяются на тех, кто чрезмерствует и проявляет халатность. Из них те, кто заявляют о необходимости подчинения даже во слушание Аллаха. И есть те, кто ослушаются, мы просим Аллаха о безопасности и благополучии. Это подобно хавариджам и тем, кто соответствует им. Хорошо, четвертое. Да? Это ты говоришь о третьем и о четвертом? Скажи, четвертое. Кто это сказал? Кто это разговаривает? Я не вижу. Да? Какой же четвертый пункт, братья? Четвертое из шести основ. Ну же, шейх. Различие между знанием и учеными. Сейчас у нас, в эти времена, кто являются учеными? Гугл, Твиттер, Ютуб. Но ведь правда же так? И даже, как сказал один из братьев, шейх Гугл. Разве Гугл шейх? Гугл зиндик. Клянусь Аллахом, правда. Гугл зиндик, безбожник. Что ты хочешь от Гугла? Вот послушай меня. Ты хочешь, чтобы ростовщичество риба было дозволенным или запрещенным? Вот он говорит, что он хочет найти информацию о том, что ростовщичество запрещенное. И пишет. Доводы на то, что риба является запрещенным. И ему выходит миллион доводов. А он хочет, чтобы ростовщичество было дозволено. И пишет. Доводы на то, что ростовщичество является дозволенным. И выходит миллион доводов. Миллион высказываний, миллионы книг. Хочет обругать, опорочить кого? Хочет обругать вообще любого. Хочет опорочить кого-то из подвижников, табиинов. И пишет в гугле, поношение так-то, неверие того-то. И выходит миллион доводов, миллион различных высказываний, например. Или пишет неверие того, кто ругал сподвижников. И выходит, то есть он зиндик, он отказывается от одной религии к другой. Знания и ученые. Разъяснение положения знаний и ученых, это с этой стороны. А с другой стороны, попроси его, чтобы он оставил микрофон. Пять минут и закончим, иншалам. И второе, те, кто выглядят подобно ученым, однако не относятся к их числу. Как нам определить, кто есть ученый? Как нам различить ученого от невежды? И как мы узнаем, те, кто выглядят подобно им, однако не относятся к их числу? Это очень серьезный вопрос. Братья наши, тот, относительно кого есть уверенность в его религии и его знании, тот, кто является доверен в отношении религии и в отношении его знаний. Словами такого ты можешь руководствоваться. И выбирай наиболее высочайшего из них. Сделай его доводом, который будет между тобой и между Аллахом. И если есть двое равных, то все-таки выбирается лучший из них. И вот, например, сейчас, как мы поступаем относительно лечения наших тел. Вот он болеет. Просим Аллаха, чтобы он дал ему благополучие. И вот кого он ищет? Любого врача? Нет. К кому он приходит? Нет. Он говорит, мне не нужен просто врач-специалист. Нет мне от него пользы. Я хочу врача-консультанта. А этот говорит, не хочу даже консультанта. Клянусь Аллахом, хочу, чтобы профессор был. Хорошо, он пошел к профессору, тот осмотрел его и дал ему рецепт. Он берет этот рецепт, идет в аптеку и покупает лекарства. Пьет лекарства. Нет, не пьет лекарства. Открывает и читает противопоказания к использованию. И типа такого. И побочные эффекты. Правильно? Читает все полностью. Затем либо использует, либо не использует лекарства. Лекарства спрашивает, идет ко второму врачу, идет к третьему врачу. Правильно же? И это в лечении чего? Те, однако, в шариате, того, что касается лечения, того, что в сердце. Пускай тебе даст фатву какой-то, типа ученый, и все будет нормально. Спрашивает любого, даже швейцара, то есть того, кто стоит, открывает двери. Некоторые люди отправляют тебе очень длинные сообщения. Потом говорят тебе, что ты думаешь относительно этого? Так откуда ты их вообще взял? От Иблиса, от иудеев. Возможно же, клянусь Аллахом. Или приходит, говорит, насколько достоверен этот хадис. Так откуда ты взял этот хадис? Почему ты интересуешься этими хадисами? Почему ты не интересуешься книгами Ахли Сунна? Ты смотришь, изучаешь книги заблудших и отправляешь мне эти хадисы? А кто тот, кто проверил эти хадисы? Ты говоришь, что Google редактор. А, Google исследовал эти хадисы. Если ты хочешь, что Google напишет, что хадис достоверно. А если ты хочешь, чтобы он был недостоверен, напишет недостоверно. Так как же ты можешь обращаться к Google? Как ты можешь обращаться к YouTube? Да, правильно. YouTube может быть и достоверным. Сайт, являющийся доверенным. Обращайся к нему. Нет в этом никаких проблем. Я не слышал, клянусь Аллахом, не слышал, какой-либо из ней, чтобы кто-либо выпустился из школы надроса Google, требующий знаний, ученые. Разве кто-то выпустился? Ты слышал такое? Обязательно. Братья наши. Обязательно требует шариатское знание, так как это делали праведные предшественники. Тот, кто взял знания не от шейха, тот сбился с прямого пути. Невозможно требовать знания от Google или от YouTube. Это же просто как зарядка для умов. Обязательно, чтобы ты сидел, приходил. Хорошо. Следующее. Это мы упоминали. Здесь у нас угодники милосливого, а здесь у нас угодники шайтана. Тот, кто является верующим, богобоязненным, он является угодником Аллаха. И ты должен различать между ними, как различаются небеса и земля. Хорошо. Последнее. Оставление Курана и Сунна. Хорошо. Что тогда берем? Нет, нельзя, чтобы мы брали из Курана и Сунны. Почему? Потому что они говорят, двери чтихады закрыты после смерти четырех имамов. И разве это значит, о братьях наши, будем дерзить в отношении Курана и Сунны? Истолковываем все так, как нам полюбовно? Нет. О наши братья. Ведь они имамы. Имамы. Ахмад. Шейху Лислям Ибн Таймия. Ибн Каим. Ибн Бас. Ибн Усаймин. Аль-Альбани. Вот они. Я точно знаю от них. Каждый из них говорит. Мы не говорим ни слова. В отношении какого-то аята или хадиса, кроме как, до нас уже это говорилось. Клянусь Аллахом Ибн Усаймин говорит, во время шарха разъяснения определенного вопроса, говорит, запомните от меня. Если это высказывание не произносил никто, то оно отвергается. Во время разъяснения хадиса, Ведусь Аллахом говорил, если эти слова, мнения никто не произносил до меня, отбросьте его. Некоторые люди говорят, для меня такой-то является кафиром. Даже для себя. Что это для себя? Я думаю, то, что он имеет в виду, что клянется собой. Возможно, я не знаю. Обязательно придерживаться серединности. Не переходить границы, чтобы ты раздавал фетру. И у нас сейчас есть много в наши дни тех, кто говорит об аятах и хадисах без знаний. И трактует аяты и хадисы относительно происходящих событий. Говорит без проблем. Один из братьев отправил мне, хвала Аллаху, у нас прошел дождь. Машаллах, у нас весна. А один отправил мне письмо. Все, говорит, конец. Не настанет судный день, пока на Аравийский полуостров не вернутся пастбища и реки. А чего он хочет? Он хочет обвинить в неверии правителя. Я сказал ему, о брат мой, если это является признаком судного дня, что тогда тебе необходимо делать, чтобы ты обратился к Аллаху и приводишь хадисы, высказывания, которые привел пророк Саламу Алим Саламу. Правильно? Да. И нет тебе никакого дела до правителя или кого-то другого. Свершается судный день. Что ты делаешь? Свершается судный день, а ты рыскаешь что там с правителем? Это непонятно, проблемно. Этот вопрос очень важный вопрос. Каждый понимает согласно своему мнению. Нет, понимать нужно путем праведных предшественников. Куран, Сунна в понимании праведных предшественников. Если ты обнаружил ученого, который дает тебе Куран, Сунну в понимании праведных предшественников, то бери от него. Четыре имама у братья. Невозможно возвышаться над ними, над четырьмя имамами. Откуда они брали знания? Из Курана и Сунны. Вот они. Что о них было сказано? Что они являются имамами Ахли Сунна в Аль-Джамаа. И у нас бывает либо чрезмерность, либо недостаточность. Либо ругает имама Абу Ханифу, да помилует его Всевышний Аллах, например. Или говорит, оказался правым имама Абу Ханифа и был неправ пророк, саллаху али-васалям. Нету срединности. Следовательно, обязательно, чтобы ты не брал уроков или фет, кроме как от того, кто является доверенным в своей религии и знаниях. И у наивысшего из них степенью. Однако приходит один и говорит, чтобы я раздавал ему фет, вы это сумасшедшие. Я расскажу, нет проблем. Эй, мужчина, оттолкование снов. Мы как-то говорили раньше. Один звонит мне и говорит, у меня был такой сон. Я говорю, клянусь Аллахом, брат мой, если кто-то бодрствует и спрашивает мне о чем-то, то я не раздаю фет, а как же, если человек спит? Нет же никакого моего отношения к этому. И начался сон, и мы видели то-то и то-то. Это проблема. Шайтан разыгрывает и играется с ними. Братья мои, это важный вопрос и шесть основ. Автор, да помилуй ты в Аллах, пожелал обратить твое внимание на эти шесть основ. Проблема в том, все проблемы от того, что большинство людей считают, как говорил шейх Альбани, да помилуй ты в Аллах, такой возомнил о себе, крепись, о земля, над тобой никого нет важнее меня. Клянусь Аллахом, он возомнил о себе, что он имам, ученый, лев минбаров, красноречивый оратор, следователь, ученый, освободитель, духовный наставник. Клянусь Аллахом, такого ведь не делали имамы вообще в своей основе. Человек уже каждый раз, когда он что-то узнает, необходимо проявлять больше скромности. Правильно, ты можешь сказать, вот ты сейчас лидируешь, ты в центре внимания. Ну а что делать? Хорошо. Принужден. Однако, должны ли мы осмеливаться? Мы передаем лишь то знание, которому обучились. Однако, чтобы не раздавать фатвы об убийствах людей, о выходе против правителя, о такфире, обвинении в неверии. Да, а некоторые вообще обвиняют в неверии всех целиком. Говорят, все кувейцы такие, например. Жители Саудской Аравии такие, я не знаю. Один говорит, я не знаю на всей земле верующего, кроме меня и такого-то. И через какой-то момент считают неверующим и самого себя. Братья наши, не прибедняйтесь в отношении самих себя. Тебе нужно быть, о брат, кто такой верующий? Он тот, кто направляется к Аллаху между страхом и надеждой. Вот шейх Ислам и Бутаммия, братья. В концовке книги Акида Васатыя, он был шейху Исламом, на него указывали пальцем, то есть восхищались. Он составил книгу Акида Васатыя. В конце книги он сказал, мы просим Аллаха, чтобы мы были из них. А ты к кому относишься? Он не сказал, я салафит, я имам-предводитель, я шейху Ислам, я безгрешный. Нет, так не сказал. Прибегнул за помощью к силе и мощи Аллаха. И обязательно мы должны быть на этом, находиться между страхом и надеждой. Прошу Всевышнего Аллаха, великого на возвышен успеха и праведности для меня и для вас. Прошу Аллаха, прощения грехов для меня и для вас. И Аллах, лучше знающий мир и благословение нашему пророку и его семье и сподвижникам, обязательно нужно произнести речь. Давай, пять минут.